Добрый день, уважаемые коллеги, разрешите мне представиться. Меня зовут Юрлова Наталья Алексеевна, я являюсь заведующей кафедрой Нижегородского института развития образования. И в рамках нашей конференции у нас выпала такая возможность пообщаться с разными участниками конференции. И сейчас у нас в гостях Мария Валерьевна Вербицкая, доктор филологических наук, профессор и автор, достаточно известный в стране и широко употребляемый ММК «Форвард». И, уважаемая Мария Валерьевна, мне бы хотелось задать вам ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. С удовольствием отвечу. Добрый день, коллеги, давайте поговорим. Мария Валерьевна, вот есть разная трактовка и разное определение такого понятия, как «форвард». Это и нападающий, и в будущее, и вперед, и нахальный даже есть такое определение, и действенный, и прогрессивный, и передовой. Какое бы из этих прилагательных вы выбрали для того, чтобы охарактеризовать учебник? Ну, вы знаете, мне кажется, одно слово «выбрать» трудно, потому что, конечно, передовой, прогрессивный, и мне кажется, такой призыв вперед звучит. Вот, не нахальный. Вот, не нахальный, потому что, если бы был нахальный, все бы в стране уже учились по этому учебнику. Или большинство, по крайней мере, а вот все-таки творческие учителя, думающие, развивающиеся для своих думающих и мотивированных учеников, выбирают «форвард». Но нахальства в нем нету. Еще здесь, знаете, я бы вот и от футбола не отказывалась, потому что вообще большинство учебников иностранных языков пишутся женщинами, авторами. И они обращены скорее к девочкам. Анализ показывает методический. Вот нам хотелось, чтобы наш учебник, он и к мальчикам обращался, чтобы мальчики изучали иностранные языки, и поэтому «форвард», «футбол» тоже здесь присутствует. Очень хорошо. А есть ли какая-то история особая, может быть, какая-то история создания учебника и его названия? Было оно с самого начала однозначное название этого учебника или оно менялось с историей возникновения этой идеи? Вы знаете, нет, вот название, оно родилось достаточно рано, и так сразу как-то всем авторам понравилось и закрепилось, и мы так уже думали. В этом направлении вот вперед, передовой, прогрессивный, не забыть о мальчиках, не нахальный. А родилось оно у одного из моих соавторов, соавтора по начальной школе Ольги Викторовны Ораловой. Вот как-то вот у нее это выскочило, слово такое разное. Я даже не вспомню сейчас все, что мы предлагали, потому что был такой брейнстоминг, как бы думали. Вот это название поддержал наш редактор, главный редактор, который выпускал вот первые форварды Лариса Олеговна Савчук. И как-то всем авторам понравилось, мы так и стали уже в этом направлении думать. Да, действительно, название очень красивое, и оно действительно вперед направляет людей, и оно призывает. И еще мне очень нравится такое определение, как действенный, потому что оно действительно должно иметь результат. Но вот еще один вопрос. Федеральные государственные образовательные стандарты у нас выдвигают три группы результатов. Предметные, метапредметные, личностные. Вот с вашей точки зрения, ваш УМК, он во главу угла какие результаты ставит? Или они, может быть, все три ставятся как приоритетные? Вы знаете, это трудный вопрос, потому что я должна сказать, что когда новые ВГОСы начали выходить, а ведь это уже давно было начальная школа, это вообще 2009 год, да, уже 10 лет исполнилось новым, а мы все их новыми называем, а 10 лет исполнилось. Вот мне, как предметнику, как учителю, преподавателю, казалось странным и даже как-то немножко обидным, что предметные результаты наказались на третьем месте. Личностные, метапредметные, а предметные как-то... Но на самом деле, если задуматься, то, конечно, личностные и метапредметные, они стоят на первом месте. Что, как я сказала на конференции, и вот, так сказать, возраст заставляет уже об этом думать, вот от того, какими мы воспитаем наших учеников, зависит наше будущее и наша старость. Потому что будущее людей моего поколения – это уже вот такой совсем зрелый период жизни. И личностные результаты – это, конечно, это вот прогресс страны, развитие страны, это культура, это климат в обществе, это общение в обществе. Метапредметные – это то, насколько дети смогут меняться со временем, сколько нам пришлось узнать, освоить нового, да, хотя, казалось бы, все мы были отличницами в свое время нового. И жизнь так устроена, и особенно в наше время, время такого бурного развития, время появления совершенно новых процессов. И вот когда центробежные и центростремительные силы, они как бы все время противостоят, противоборствуют, ну, в общем, все по диалектике, на самом деле, по диалектике, которую еще древние греки начинали. Поэтому мне кажется, что и результаты, вот они должны быть как бы триедины, понимаете, потому что когда мы делаем особо упорно-предметные результаты, мы можем воспитать гениальных ученых без этической составляющей. Это страшно, особенно в наше время. Ну, и вот как бы одни метапредметные, как, знаете, вот манагеры, как говорят теперь, да, что вообще предмета не надо знать никакого, менеджер, он переходит из отрасли в отрасль. Я не верю в то, что можно одинаково успешно управлять разными отраслями, не имея представления вот о том, что как бы, ну, грубо говоря, на земле, в материальном мире в этих отраслях делается. А личностные, да, я думаю, все-таки на первом месте. Да, я тоже соглашусь здесь с самой главной. Мне иногда даже кажется, когда мы ставим целью обучения иностранных языков в развитии иноязычной коммуникативной компетенции, а вторая цель как бы стоит, она на втором плане стоит, развитие личности ребенка средствами иностранного языка, я бы, наверное, поменяла. И когда язык выступает и как цель, и как средство, и будет очень хорошо. Ну, еще один вопрос, Мария Валерьевна, у нас темой нашей конфиденции являются моральные, нравственные, духовные, культурные аспекты образования. Ну, вот в учебнике, конечно, культурные аспекты видно сразу, и я думаю, что и другие видны, но я бы хотела все-таки задать этот вопрос. Культурные аспекты, они представлены таким замечательным разделом, как диалог культур, а как представлены другие аспекты образования в вашем УМК? Ну, вот для тех, кто не будет смотреть полное выступление, а кто только интервью услышит, я, конечно, скажу, потому что в выступлении об этом говорилось, и я странички показывала из учебника. Вы знаете, вот моральные аспекты чрезвычайно важны, психологические, личностные взаимоотношения. У нас во всех, и в федеральном компоненте, и во ВГОСе, все прописано, личностные взаимоотношения. Но это все-таки не только то, что мы в начальной школе, my friend, my first friend и так далее, правда? А это еще взаимоотношения между поколениями, и здесь есть проблемы. И это все равно любовь и дружба остается проблемами. И, понимаете, и несчастливая любовь. Мы же видим в жизни реальные истории, когда подростки испытывают очень трудные, тяжелые переживания, вот связанные с первой любовью, это такой период. Ну, надо рассказывать истории о любви, счастливой и несчастной тоже. И как-то вот готовить к этому детей. Конечно, отношения в профессиональной сфере. И просто мы все разные люди, разные психологические типы. Вот как общаться с разными людьми. А если у вас в классе есть кто-то, или вот на работе кто-то вам встретится, кто все время только жалуется на жизнь. Есть же такие, вот blanket по-английски называется. Вот это все есть в учебнике. Но есть и серьезные социальные проблемы. Мы, правда, их немножко в таком историческом ракурсе. Ну, чтобы, во-первых, это не устаревало слишком быстро, потому что мир меняется. И, во-вторых, чтобы все-таки не бередить раны, что ли. Вот в мире сейчас есть горячие точки. Идут военные действия. Есть беженцы. Это горячая тема. Да, и у нас есть из истории Судана. Беженцы и... Ну, мы, правда, потом рассказываем, как успешно сложилась жизнь этого мальчика. Но заставляем подумать и о проблемах нашего времени. Волонтерство. Мы только что закончили год волонтерства. Вот заканчиваем, да? И, конечно, это актуальная тема. Актуальная тема, потому что в подростковом периоде определяется человек. Будет у него на это время силы, желания. Да, мне тоже очень нравится, например, тема успех, которая у вас начинается. Десятый класс. И вот как для каждого человека в жизни успешность своя собственная. И вот там рассматривается эта проблема очень хорошо. Да еще на Великом Гэтсби. Мне это вот очень личностно, прямо приемлемо и для меня очень важно. Если я могу еще два слова добавить, просто вот Великий Гэтсби, десятый класс, да. Но, вы знаете, мы постарались в учебник еще ввести литературный такой компонент. Конечно, не в виде оригинальных, аутентичных текстов. Но вот есть Робинзон Круза, есть Джонатан Сфифт с путешествиями Гулливера, есть Гарри Поттер. И очень радостно, когда дети потом пишут письма, вот я не читала путешествия Гулливера, но я в учебнике прочитала. Там у нас парк Гулливера и немножко есть отрывки, адаптированные отрывки. Да, и я захотела прочитать. А проводили в регионе, не буду называть сейчас, это неважно совершенно, в регионе проводили конкурс «Мой любимый учебник». Девочка написала о Форварде как раз. И вот она написала о Робинзоне Круза, и как они сделали постановку на материале, который был в учебнике, на такой адаптированной версии. Мне кажется, это тоже очень важно, что мы как бы даем еще вот другие немножко горизонты. Да. Ну вот, Мария Валерьевна, проделана очень большая работа, титаническая с моей точки зрения, когда создана линейка учебников, программы, созданы рабочие тетради, аудиоприложения и к учебнику, и к рабочей тетради. Создан Форвард Плюс, который для углубленного изучения, когда ребенок получает возможность сдавать либо базовый уровень в будущем, либо профильный уровень. А вот что вы планируете, какие приложения еще вы планируете, сделаны еще и лексик грамматические практики, что тоже очень важно для развития языковой компетенции. А что вы планируете, какое приложение учебнику планируете сделать еще? Вы знаете, планировать трудно. Планировать трудно, потому что жизнь наша непредсказуема, вот не вполне пока ясны горизонты ее, я имею в виду и в госовские горизонты, и федеральный перечень, и история с единым учебником. Так сказать, мне кажется, что вот единый учебник это очень нашей возможности сузит, сузит, ограничит, безусловно, и мне кажется, что должно быть единое ядро, обязательно единое ядро, но при этом процент вариативности, вот процент авторского отношения. И мне кажется, что учителя, которые выступают за единый учебник, им как-то кажется, что единым будет только тот, который нравится им, вот к которому они привыкли, любят, он им соответствует. И мало представляют себе ситуации, а если единым окажется не он, а если единым окажется тот, который вот душа не лежит, они видят, что их ученикам он не подходит. Ведь и такое бывает все-таки. Не было у нас, у нас эта ситуация была. Да, поэтому здесь вот это сложный такой вопрос, но о том, о чем мечталось бы, что бы хотелось сделать, да, вот Марина Владимировна Степанова, наш главный методист и мой соавтор по практикам, прекрасную идею для этой конференции предложила, видеокомпонент, и, наверное, об этом надо думать, и о видеокомпоненте к учебнику, правда? Это очень хорошо, да. Это напрашивается, но это большой проект, большой финансово затратный проект, конечно, но это было бы интересно. И, конечно, наш учебник, он для электронной формы очень приспособлен, потому что он такой практикоориентированный, и он сделан уже в компьютерном, я бы сказала, сознании, в таком компьютерном создании. Но, в принципе, можно сделать еще больше, еще лучше, если именно ориентироваться на компьютерную форму представления на электронное устройство. Да, ну вот, как бы, идея с видео, это просто очень современная идея, тем более, как бы мы сейчас с информационно-комнационными технологиями дружим, у нас без цифровизации сейчас никуда, поэтому, как бы, очень хорошая идея, и мы бы надеялись на то, что это будет сделано. Ну, вот, когда ты создаешь что-то новое, ты всегда потом, просматривая через какое-то время тот материал, который ты сделала, ты думаешь, а вот я бы сделала сейчас, например, это лучше. Случается ли это с вами, и что бы вы хотели, например, может быть, не переделать, а сделать еще лучше? Вы знаете, ну, мне кажется, что любой автор проходит вот несколько стадий, да, причем первая стадия бывает самая разная. Думаешь, да, ну вот я написала, ну что же я такое написала-то, ну ужас ведь какой-то, ну надо задавать, надо, а иногда говорят, ну ведь получилось, хорошо, но потом все равно, вот эта стадия, нет, вот здесь можно было по-другому, здесь можно было по-другому. Потом вот я даже к этой конференции готовилась, к нашей сегодняшней конференции, пересматривала материалы, отбирала, что я, о чем буду говорить, какими примерами из учебников буду, думаю, нет, и здесь хорошо, и здесь славно, ну вот здесь можно было бы там подсократить, здесь добавить, а так, в общем, все славно. Не знаю, не знаю, не знаю, может быть, это уже покажется странным, так сказать, в моем возрасте с моим опытом и с моими прочими обязанностями, не называя их. Знаете, я готова писать новый учебник. Здорово, ну это действительно всегда движение вперед, новый, форвард, два. Нет, мы придумаем такое название, на самом деле название даже есть в голове, название есть в голове, я готова писать новый учебник, в который можно было бы взять вот все, что наработки, потому что наработки, это же не тексты, понимаете, это же вот концептуальные вещи, которые можно на многих разных других текстах. Я бы назвала это душой еще, Мария Валерьевна, потому что это действительно, это здорово. Ну и последний вопрос, Мария Валерьевна, что для вас 2022 год? Ну, как-то я даже в замешательстве, вы знаете, потому что здесь может быть много разных ответов, но, наверное, для меня, как для всех учителей иностранного языка, 2022 год – это как бы год обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, так что пора готовиться. Да, ну я так думаю, что форвард, он как раз содержит весь тот материал, который можно использовать для подготовки к единому государственному экзамену, даже без тех пособий, которые сейчас можно купить на рынке, на языковом рынке, и которые не всегда отвечают качественному образованию, с моей точки зрения. Спасибо большое, Мария Валерьевна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.